Приветствую вас, аноним. Я думаю, что начать мой ответ нужно с того, чтобы выявить некоторый, скажем так, парадокс. В том, что вы описываете. Вы описываете ситуацию, при которой вам нужны отношения. Вы говорите прямым текстом, что я без отношений больше не могу. Вы говорите прямым текстом о том, что мне нужны серьезные отношения. Парадоксальность заключается именно в том, что чем сильнее вы хотите отношения, чем сильнее они вам нужны, образно говоря, тем дальше вы от них будете. Потому что есть такое в психологии понятие, как сверх-сверх мотивация. И вот в данном случае именно о сверх-сверх мотивации и идет, к сожалению, речь. Вот. Это первое. Второе. Вы, значит, отсутствие отношений у вас воспринимаете как личный удар. по себе. То есть, если у вас нет отношений, значит, с вами что-то не так. И это при том, что вам 22 года. Хотелось бы спросить, зачем вам отношения в 22 года? Я имею в виду серьезные отношения. Обычно люди в 22 года занимаются карьерным ростом, развитием достижения своих целей, своих интересов и прочего. Но вы как будто хотите серьезных отношений. Вот. На мой взгляд, вопрос в том и заключается, чтобы определить, что вы хотите для себя в этих самых серьезных отношениях. Точнее, почему они вам так нужны? Эти самые серьезные отношения. Понимаете, в них самих, вот, серьезных отношениях, плохого ничего нет. В них самих самих. Но, то, что вы к этому стремитесь, то, что вы этого так сильно хотите, это, конечно, наводит на определенные мысли. Дальше. Дальше. Я не понимаю, что я сделал не так в жизни. Мне кажется, это очень такой, знаете, глобальный аспект ситуации. То есть, почему, если у вас нет серьезных отношений, вы сразу сделали что-то не так в жизни. Но, ведь, вы можете его просто еще не встретить в конце концов своего человека, с которым у вас были серьезные отношения и так далее. Почему сразу такой расклад? То есть, почему сразу расклад о том, что я что-то сделал в жизни не так. Здесь вы снова демонстрируете сверхмотивированность. Сверхмотивированность построить серьезные отношения. Следующий, следующий важный момент, который мне представляется достойным вашего внимания, заключается в том, значит, что есть, что есть. Серьезные отношения в принципе. То есть, что такое серьезные отношения вообще. Что понимать под серьезными отношениями вообще. Какие отношения являются серьезными, а какие нет. На мой взгляд, это в том числе то, что вам необходимо для себя поисследовать. Там еще, ну, в мире человеческих отношений нет таких понятий, как серьезно и не серьезно. В мире человеческих отношений есть просто отношения. А когда говорят, что я хочу, например, серьезных отношений, это уже происходит своего рода оценка. Если мы говорим здесь об оценке отношений, то это уже не имеет ничего общего с чувственным поведением, с спонтанным поведением и ничего общего не имеет это естественное из творчества. Потому что здесь попытка как-то вот смоделировать, сконструировать реальность отношений. Тогда как, сами отношения в естественной среде выстраиваются исключительно по интуитивному сценарию. Поэтому, то, что я хочу до вас сейчас донести, это вот именно то, что такое серьезные отношения. Что это такое вообще для, например, вас? Как вы понимаете серьезные отношения? Допускаете ли вы, что у людей могут быть иные представления о серьезных отношениях? Допускаете ли вы, что эта серьезность отношений может, ну, допустим, варьироваться в зависимости от, ну, от степени значимости, например, человека и так далее? То есть у меня такое ощущение складывается, что вы сами для себя создали или создали, как угодно, некий единый стандарт серьезности отношений и к этому некому единому стандарту вы стремитесь, при этом игнорируете практически напрочь то, что, ну, собственно, такой стандарт есть и у других людей, и что это в общем и целом вполне нормально. Вот. Я надеюсь, данный аспект вы постараетесь для себя принять и увидеть его. Дальше. Мне 22 года, пишите вы, я работаю и учусь. Объективно красиво выгляжу и очень многие мужчины мне пишут, куда-то зовут. Ну, что, значит, объективно красиво выгляжу, это, конечно, то, что, я полагаю, заслуживает вообще отдельного разговора, потому что тут угадывается некий комплекс по поводу внешности. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Вот. Вы можете сказать, что, ну, что-то вроде, что-то вроде да нет, я же говорю, что я красиво выгляжу. О каком комплексе внешности, собственно, тут идет речь. Но, тем не менее, вы говорите, что объективно красиво выглядишь. И это, в общем-то, наверное, проблема, потому что не может человек объективно красиво выглядеть. Не может человек объективно красиво выглядеть, потому что красота это всегда, это всегда очень субъективное понятие. Субъективное понятие настолько, насколько, насколько вообще возможно. И то, что вы говорите, что вы объективно красиво выглядите, ну, наводит на мысль о том, что возможно, возможно, я не утверждаю сейчас наверняка, но возможно. Именно красота для вас является тем условием, необходимым условием, которое должно обеспечивать наличие у вас этих самых серьезных отношений. То есть, если бы вы не были объективно красивыми, то и отношений у вас быть, наверное, в этом случае не должно было. Понимаете? То есть, по сути, это тот же комплекс, что и у человека, ну, например, допустим, неуверенного в себе. Вот, допустим, это тот же комплекс, что и у человека, который в себе сомневается, только, ну, вот, в вашем случае он немного инверсирован. То есть, в вашем случае, этот комплекс принял, как бы, такие вот формы, формы инверсии. Но, на сути, как был, так он, на мой взгляд, и есть. Ну, вот, то есть, отношения это что-то, вот, такое, для вас условное. То есть, я должна соблюсти, соблюсти все условия для того, чтобы у меня были отношения. Вот. Так, вероятно, вы рассуждаете. Ну, и удивляетесь, конечно, из-за того, что условия вроде бы все соблюдены, а отношений как не было, так и нет. Вот. То есть, тут, на мой взгляд, такая история. Да, и хотел заметить, что, вот вы говорите, что я больше не могу без отношений. Это, вы знаете как, это прямо чувствуется некая острая потребность, вот, видимо, в отношениях. Но зачем? Как правило, как правило, подобная потребность, значит, обусловлена желанием через отношения что-то себе, что-то доказать, как правило. То есть, вы через отношения, возможно, пытаетесь, или хотели бы, ну, доказать что-то, что вы, например, отношений достойны, что вы, например, ничем не хуже других людей. Или, может быть, вы пытаетесь выполнить некий план, который у вас имеет место быть. То есть, вот, у меня должно быть то-то, то-то, то-то и отношения. И без разницы, что сумму свое время, и без разницы, что это абсолютно необязательная история, без разницы. Я так решила, это должно быть. То есть, то, что вы не можете без отношений, если мы не берем в расчет сексуальную сторону, да, вот, то, что вы не можете без отношений свидетельств, будет о наличии у вас определенного желания. За которое сейчас, на данный момент, вы не желаете такое впечатление, брать на себя ответственность. И хотите его, значит, ну, реализовать через других людей, через в данном случае мужчин. Но никогда, никогда не было нормальных, серьезных отношений. Что значит нормальные и серьезные отношения? Да, это очень оценочное суждение. Максимальные отношения продлились год, и, разумеется, возникла проблема. У него была импотенция, у нас весь год, можно сказать, не было секса. Иногда был очень плохой. Возникает вопрос, а почему вы в этих отношениях тогда были? Возникает вопрос, почему, разумеется, возникла проблема? Разумеется. Как вы, как будто бы, как будто, ну, не знаю, как будто бы вы ждали, ожидали, что проблема будет. Но почему? Ну, дальше, значит, ну, тут вот вы представляетесь мне, знаете, такой жертвой, вот, потому что, типа, вам отношения не нравятся, секс плохой, но вы все равно в отношениях были год. Зачем? Потому что, ага, отношения? Тут вот, тут вот надо бы обратить внимание на то, что для вас эта история значит. То есть, что для вас значит отношения, если вы готовы терпеть какие-то вот, ну, условно говоря, какие-то неудобства, да, если вы готовы терпеть дискомфорт от отношений. Этот парень меня пытается вернуть, очень любит, меняется ради меня, но я его не люблю. Более того, у меня отношения к нему после сексуальной жизни смены. А вот с чем связано отвращение на нем? Понимаете, ведь отвращение – это тоже отношение. Да, это не положительное отношение, не позитивное, заряженное, но отношение. И уж точно, если вы испытываете к нему отвращение, то, вероятно, речь идет об ожиданиях, речь идет о разочаровании, о чувстве, что вас обманули. Но был ли обман, по сути, и если вы чувствуете к человеку разочарование здесь, то, если мы называем это отношением каким-нибудь, да, то есть, ну, как я уже сказал, это не самое хорошее отношение, но это все же отношения. Вот. Если мы называем это отношением, то получается, что вы не можете начать новых отношений до тех пор, пока не перестанете испытывать отвращение к этому товарищу. Потому что у вас, ну, просто не получится по-другому, да, не получится начать новые отношения. Вот. То есть, с отношением нужно разнообразно. Я не думаю, что молодой человек, вот знаете, он прямо, ну, как сказать, я не думаю, что молодой человек, как вас, знаете, удивил тем, что он был, ну, тем, что сексуально слаб. Вот. Вот. Я не думаю, что у нас нет. Я думаю, что вы знали о том, что такая ситуация имеет место быть. И вы просто ее терпели. Для чего-то. Для чего это еще нужно, конечно, выяснить. Дальше. Я влюблена в другого, кто меня просто использует и вообще не воспринимает как девушку. Ну, вот здесь очень интересный момент. Влюбленность в того, кто вас не ценит, именно влюбленность. То есть, в данном случае, я полагаю, речь идет о том, что вы именно любите человека и, в общем, хотите и хотите, например, для него, допустим, что-то делать. Речь идет о том, что вы влюблены в него, что вы страдаете, и вы страдаете, по сути, от того, кто вас не ценит. Вот в этом случае объект любви, ну, или, точнее сказать, влюбленности, представляет из себя то, что вы хотите видеть в себе. То есть, это не любовь как таковая, это не принятие безусловного человека, а это именно идеализация, это именно идеализация того, что вам необходимо. Вот того, что вам не хватает. То есть, здесь влюбленность в недоступного, точнее, в того, кого, ну, кого вы считаете, там, классным и так далее, да. Это вот именно такая история. Это история проекции, то есть, переноса на объект любви того, что вы хотите видеть в себе, того, что нужно вам. Вот. Кроме того, очень часто, но не всегда, подобная влюбленность в людей, недоступных вам, становится возможной, благодаря тому, что человек на подсознательном уровне считает, что отношений он, в принципе, недостоин. То есть, или, или человек просто откровенно, ну, может быть, и не совсем откровенно, боится близости, боится сближения, боится этого. Вот. Такая история тоже вполне себе может быть. В этом ничего сверханомального нет. То есть, тут надо вот только, тут главное, эти моменты все выделить, тут главное, эти моменты все определить, тут главное, эти моменты все, ну, признаться себе в том, что это есть, признаться себе в том, что это так. И дальше уже следовать по выбранному пути. Пока я надеюсь, что мое изложение вам понятно, мое изложение мыслей. Дальше, с остальными парнями-мужчинами, их правда много, они согласны и вообще ничего не уходит. То следует, вы как будто попытаетесь подчеркнуть свою ценность. Максимум периодическое общение, тусовки, непонятные намеки. А вам-то, вам-то что нужнее, почему? То есть, как бы, тут вот нужно анализировать, как-как и на основе чего вы выстраиваете отношения. Потому что отношения можно выстраивать по-разному, можно выстраивать отношения гендерные, то есть, отношения чисто как, ну, как мужчина и женщина. Вот. И в этом случае нет никакого, никакого другого вообще восприятия. Ну, нет никакого другого восприятия, значит, как бы это правильно сказать, партнера. Нет никакого другого восприятия, восприятия партнера, кроме, кроме как, в контексте половой принадлежности. Или это все-таки восприятие еще и личностное. То есть, человек воспринимается здесь без привязки к полу и исключительно только в контексте, ну, вот, в контексте общечеловеческих ценностей, в контексте общечеловеческих представлений. Возможно, такое представление и восприятие человека становится тогда и только тогда, когда у людей есть общий интерес и на фоне чего у них развиваются отношения. И когда люди, каждый из партнеров идут к собственной цели, не связанные напрямую с этим партнером. Дальше, я не понимаю, в чем дело. Веду себя правильно, ставлю себя правильно. А что это значит правильно? Правильно это как? Правильно это с точки зрения кого? Видите ли, правильно это, опять же, оценочное осуждение. Не все, что правильно, считается правильно, является полезным. Подарки, букеты, ухаживания все это есть, но все равно они все сразу обрываются. Ну, вы оттолкиваете людей чем-то. Это первое. Второе, я уже сказал вам о том, что очень важно понять, на каком фундаменте вы выстраиваете отношения. Потому что подарки, букеты, ухаживания, ничего не нужно абсолютно. Вот. Либо парню ничего не нужно, либо нужен секс, либо что-то еще. А это плохо, что парню нужен секс или что-то еще. То есть, если вы выстраиваете отношения не на основе личностного восприятия, то это абсолютно нормальная история, чтобы парню что-то нужно отправить. А как иначе выстраивать отношения? Чтобы у него появилась какая-то симпатия, нужно время. Например, время, ну, допустим, время нахождения в этих самых даже сексуальных отношениях. Пока, пока у человека не возникнет привязанность, пока в процессе, например, нахождения в сексуальных отношениях, вы не раскроетесь с другой стороны. Или не раскроетесь. Или, парню, нужно что-то еще, что в этом, что в этом даже плохого. Но, так или иначе, речь идет о том, что нужность – это нормально. Элемент использования в отношениях – это нормально. Особенно в тех отношениях, в которых нет, как я уже сказал, личностного компонента. Дальше. Иногда я ставлю на себе крест и думаю вернуться к своему бывшему, который еще не люблю. Здесь вопрос, опять же, зачем? Ради чего? Почему вам так важно быть в отношениях? Просто у меня все знакомства были специально, у меня все знакомства специально были подстроены, все отношения, включая этого бывшего. Поэтому я не верю, что мой человек придет спонтанно, когда я его не иду. Ну, это очень серьезная ошибка. Во-первых, что значит все знакомства специально были подстроены? То есть это, по сути, означает, что все ваше взаимодействие с людьми максимально регламентировано и сконструировано под достижение цели. Цели, например, вступить в отношения. Но в таком случае для вас идеальный вариант – это отношения по расчету. Ни о какой любви, ни о каких чувствах, ни о каких эмоциях речи быть не может, потому что это все происходит спонтанно. И то, что вы не верите в то, что ваш человек придет спонтанно, в некотором смысле вы делаете правильно, потому что никакого вашего человека не существует. Никакого вашего человека нет. Есть просто люди, с которыми у вас может быть что-то общее. В чем-то в большей степени общее, в чем-то в меньшей степени общее, но может быть общее. Понимаете? А вы пытаетесь отношения, то есть то, что связано исключительно с человеческим фактором, вот. А пытаетесь подстроить под, значит, какой-то алгоритм. Ну, у вас поэтому ничего и не получается. Вот. Потому что никаких алгоритмов здесь нет. Так. Дальше. Я устал и не вижу смысла вообще в жизни больше. Ну и вот вы, то, что вы не видите смысла в жизни больше из-за того, что у вас нет отношений, не вяжется с тем, что вы пишете, что я нашла, что мне нравится. Я не говорю работу, учить много, занимаюсь много чем, общаюсь много с кем. Понимаете? Вот. Это не вяжется. Если бы вы занимались тем, что вам нравится, вы бы не испытывали проблемы потери смысл жизни. Если вы говорите, что вот вы ведете себя правильно и ставите себя правильно, то, возможно, вы и занимаетесь тем, чем заниматься правильно, а не тем, что хотели бы. Мне даже не любовь нужна, а хотя бы просто эмоции, чувства того, что рядом мужчина, который поцелует и обнимет. Вот зачем вам это? Почему без этого, то, что совершенно необязательно, вы чувствуете себя хуже? Чего не хватает лично вам? Ощущение, что вам не хватает, ну, тепла и заботы. Это значит, что вы себе этого даже не можете. То есть вы чувствуете себя неполноценной без этого. В чем отличается неполноценность? Это нужно исследовать. В 22 года хочется нравиться, влюбляться, хочется эмоций, молодость не вечна. Да нет. Нет, на ней. Нет. Понимаете, нельзя хотеть нравиться и влюбляться. Нельзя этого хотеть. Точнее, этого нельзя хотеть в том смысле, что это всегда идеализировано. Ведь вы не знаете, как это будет, как вы будете ощущать то, что вы нравитесь. Вы не знаете, как вы будете ощущать то, что вы влюбились. Вы не знаете и не можете знать, как вы будете это все ощущать. А если вы этого хотите, значит, вы хотите чего-то определенного. Это означает, что этого определенного не хватает лично вам. И совершенно не факт, что человек вам может, а самое главное должен это все давать. Идея, она в этом основная. То есть, вы принимаете за аксиому изначально искаженный, я бы даже сказал, ложный факт. Потому что все это происходит спонтанно. Вы же говорите, что я не верю в то, что мой человек, значит, что мой человек будет, ну, что придет ко мне спонтанно. Вот. То есть, здесь вот самая главная ошибка. Вы в корне неверно воспринимаете природу человеческих отношений. Точнее, воспринимаете их в контексте своих желаний. Что нормально. Но за ваши желания вам нужно нести ответственность самостоятельно. Люди здесь ни при чем. А отношения выстраиваются спонтанно. И все, что вы все свои знакомства специально подстраиваете, сводит на нет. Сводит на нет возможность выстроить отношения именно искренние и серьезные. Поэтому то, что с вами происходит, это в некоторой степени закономерно. Плюс вы явно негативно относитесь к элементу использования в отношениях, хотя это тоже вполне себе нормальная история. Особенно нормально в контексте того, что вы свои отношения, точнее, свои знакомства устраиваете специально. Очевидно, без наличия у вас с молодыми людьми общего. То есть без наличия оснований у вас и партнера для развития личностных отношений, не гендерных. Вот. Понимаете? Вот об этом и нужно вести речь. И именно это и нужно в первую очередь корректировать. То, что вы не верите, что ваш человек придет к вам спонтанно. То, что вы в корне неверно выстраиваете отношения, выстраиваете их специально подстраивая. С вашей потребностной сферой нужно работать. С вашей эмоциональной сферой нужно работать. Потому что вы вот такое ощущение, что свои желания воспринимаете исключительно в контексте отношений. И за счет отношений пытаетесь их реализовать. Это не та история, которая, ну, которая может вам стать на пользу. Ну, как я уже сказал, 22 года хотеть нравиться и влюбляться, это не совсем то. 22 года, если человек идет по жизни осознанно и целеустремленно, он не думает об отношениях. Как раз таки. Они у него не на первое место. Почему? Потому что человек находится на этапе становления. На этапе становления себя, как профессионала высшего класса в той или иной области. Как у вас, собственно, дела с этим? Хотел бы задать вопрос. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.